В России я сталкивалась с какими-то препонами, с какой-то завистью, там очень сложно. Открытие именно моей школы сопровождалось каким-то жутким скандалом. Меня закидывали яйцами, писали всякие... Серьезно? Что значит закидывали яйцами? Школу закидали? Прямо школу закидали яйцами. Мы приехали, нам было очень тяжело первый год. Их так растят, по мне, как какое-то, знаете, комнатное растение, оберегает каких-то сложностей. Потом они оказываются перед жизнью совершенно не готовы противостоять этим сложностям. Год назад я ехала у нас по Кремниевой долине, по Эль Камино, и вижу вывеску. Осипова Valley Academy. Для человека, который 8 лет протанцевал на сцене мюзик-хола, с 8 лет занимался балетом, это просто находка. Я мечтала найти классную балетную студию в Кремниевой долине. И вы не представляете, каково было мое удивление, когда я еще узнала, что преподаватель из Вагановского училища из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами поговорим с Мариной, с ее сыном, о том, как они переехали в Кремниевую долину. Каково это, вести оффлайновый бизнес в Америке, если ты русский. И как проходила вот эта адаптация после русской школы в Американской университете. Из Санкт-Петербурга своя балетная школа в Калифорнии. Погнали, проговорим про сложности ведения бизнеса, про сложности адаптации. Добро пожаловать в Осипова Valley Academy. Лень, расскажи, чем занимался в Петербурге? В Петербурге я учился в гимназии, занимался спортом, любил петь в хоре, очень любил литературу. Я был достаточно творческим человеком и переехав сюда, решил продолжать то, чем я занимался в Петербурге, в России. Марина, расскажите, чем вы занимались в Санкт-Петербурге? В Санкт-Петербурге я закончила Академию русского балета имени Вагановой. Закончила ее три раза. Первый раз в 92-м году как артистка балета, потом как педагог-репетитор я училась пять лет. И третий раз я закончила аспирантуру еще пять лет. То есть в общей сложности я училась в Академии 20 лет. Вау! И работали? И работала артисткой балета. Где работали? В Михайловском театре, театре имени Мусоргского. Сколько там вы танцевали? Около 15 лет. Я немножко не дотанцевала, потому что я вынуждена была начать преподавательскую деятельность. Мне дали класс одновременно в Академии русского балета, и я начала преподавать. И потом вы в Академии преподавали? Да, преподавала 13 лет. Вообще уровень балета в Америке как? Балет очень любят в Америке, но не хватает образованию педагогов. То есть то, что они выдают за образование в Вагановской школе, это не всегда так. Потому что, чтобы быть педагогом из Академии Ваганова, нужно пройти этот путь, учиться как педагог. То есть они где-то видели, какие-то брали мастер-классы или повышение квалификации, говорят, что это Академия Ваганова, но это не совсем так. Понятно. То есть они заинтересованы в том, чтобы педагоги приезжали и преподавали здесь? Поэтому мое образование здесь оказалось очень востребовано. А как у вас английский был, когда вы приехали? Я никогда не учила английский, это огромная проблема. В балетной школе мы учили немножко французский, поэтому это сложно. То есть я продолжаю его изучать, но, к сожалению, не такой быстрый прогресс, потому что я очень много времени провожу в балетном зале, используя балетную терминологию. Поэтому прогресс есть, но не такой. Это большая сложность, к сожалению, все равно есть. Но вы могли преподавать, да? Даже без английского, потому что там плие, тандю, да, в принципе, понятно. Да-да-да, мне прекрасно. На уровне урока, на уровне каких-то общения с родителями или с девочками, конечно, я преподаю без проблем. Давай, котенька, поехали. И. И мягкая ручка сверху. И стой. И третий подольше, продли. Хорошо. Ронт. Дыши ручками, дыши. И головкой добивай. Молодец. Нежнее, нежнее, ручками еще. Постой после боротика, постой. И медленно пошла. Хорошо. Посмотрела на правую руку. И в самый низ мягенько. И вырастает тихонечко. Постояла ли сгон? Большой шаг. Уверенно. Наверх. Хорошо. Плотнее ножки на подобуре. Плечики опускай, опускай, опускай. Лицо, котенька, лицо, лицо еще. И посмотрела на зрителей. Вот умница. И выразительная позочка. И опорную стопочку, помнишь? Скажи, как у тебя складывается общение с американцами? Ты чувствуешь разницу менталитетов? Сложнее влиться в компанию? Разница менталитетов определенно сказывается. В Кремниевой долине тяжело найти друзей по интересам, поскольку в основном идут в IT. То есть, когда мы жили здесь три года, мне было проблемно и было иногда местами одиноко. Мне хотелось переехать в Лос-Анджелес. Я грезил этой мечтой. И спустя год, как я там живу, я понимаю, что мне там гораздо комфортнее в плане работы и в плане общения и в плане реализации себя с точки зрения творчества, не с точки зрения работы, что важно. То есть, в принципе, я рассматриваю Кремниевую долину и Лос-Анджелес как Москва и Петербург. Если Кремниевая долина – это Москва, где все работают круглосуточно, бешеный темп и ритм жизни, то Лос-Анджелес для меня – это океан, это друзья, это разговоры, это серфинг. Вот в таком плане. Потому что, ну, это, конечно, лучше, чем белая в любом случае. Да, лучше. И вот эта, посмотрите, она вообще такая прям по бедрам, может быть, эта даже лучше будет. Смотрите, какая больше нравится. Эта попа большая после этой девочки. Я думала, я худенькая. Так, мне кажется, вот эта прозрачная лучше, нет? Прозрачная чуть лучше. Так, что вы хотите делать, чтобы… Ребята, сейчас я сделаю… Важное предупреждение. Была профессиональная балерина. Я занимаюсь балетом, это место, знаете, спорт, это мой любимый спорт, поэтому… Если вы что-то хотите написать по поводу моей техники, не надо. Значит, два вперед будет, два назад, два в сторону, ан-лер, 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 ан-лер. Полповоротик и все с левой ножки. Два вперед, два задние ножки назад, два в сторону, ан-лер. Подтягивающий. И с другой задней ногой. Двёртый с полом, твёртый вверх, в сторону с ног. Еще подъем, и ан-лер. И с другой, три, четыре партия палочки из левой ножки. Безинчик, и стук между пальцами. Плокон на палке вниз. И с другой, с другой, с другой, пятка. Плокон на палке, и четыре, а я вон лев. И с другой, и все, и все. А мечтала в Америке вообще? Да. Я попал первый раз в Америку в возрасте шести лет. Я был поражен. А что ты делал тут шесть лет? Мы приехали с семьей, да, на все лето мы приехали к маминам, друзьям. И я был поражен. Я просто был очарован этой свободой, океаном, озером, одеждой, фильмами. Мне очень понравилась свобода ребят. Что они свободно рассказывают обо всем, и для меня это было удивительно. И как ты себе начал простраивать план там, я хочу попасть в Америку? Да, да, примерно, как я пошел в школу, я понимал, что хочу продолжать образование за границей. Бакалавриат, да, ты? Бакалавриат. Да, бакалавриат, потому что я шестнадцать лет начал увлекаться искусством. И я понял, что такой предмет, как история искусства, сможет быть реализован в Америке. А у тебя нет такого, что, ну, типа, вот ты приехал даже вот в сфере искусства, например. Я просто от искусства далекий пока человек, надеюсь, что я к этому приближусь. Ну, вот мне кажется, что человек, который, не знаю, работает в Эрмитаже, он будет гораздо больше знать про искусство, чем человек в Лос-Анджелесе. Ну, я просто думаю, какие галереи в Лос-Анджелесе? Гетти Вилла, да, куда можно пойти? Гетти Вилла. Современное искусство, но нет, вот что ты приходишь, и там у тебя коллекция Манне, коллекция Дега. Ты не чувствуешь, что как-то... Нет, я бы не сказал бы. Я бы оставил бы нас пек на том, что все-таки американское образование, в частности, американское образование в сфере истории искусства, строится на американском искусстве. То есть в историю искусства внедряется бизнес, рассказывается, что сколько стоит, как формируется арт-рынок, какие факторы, на что это зависит. В этом плане Америка очень удобна в части Калифорния. То есть, например, все продажи происходят в Лос-Анджелесе, в Кремниевой долине происходят продажи с точки зрения NFT, например. И это безумно интересно, когда мы встречаемся с коллегами из Стэнфорда и обсуждаем, как выгоднее купить тот или иной предмет искусства. Классно. Нет, ну вот это... То есть тебе интересен вот именно новый подход к искусству, да, как это все будет развиваться? Классно. Вы вообще думали, что когда-то в Америку переедете? Нет, я не думала, но в конце уже, когда Леня стал постарше, мой старший сын, это была его давняя мечта, и я стала так присматриваться, нет ли каких-то интересных предложений. Потому что очень много моих друзей переехали в Штаты. А, серьезно, из балетного? Из балетного. Очень многие разъехались по всему миру. Моя лучшая подруга проживает в Миннесоте, она меня приглашала в гости, я давала там мастер-классы. Это вот когда вы в 6 лет поехали сегодня, да? Да, да, да. Я была совершенно очарована этой жизнью, свободой. И после этой поездки мы уже всей семьей стали мечтать переехать. И что, и были предложения какие-то вам здесь? Нет, предложений не было, я специально не искала, и вот только в 17-м году поступило предложение от одной хорошей балетной школы, где была востребована русская методика. И в 18-м году по рабочему контракту мы с семьей переехали. А, то есть они вас пригласили преподавать, это где, в каком штате? Да, Mountain View. А, Mountain View. Это Western Ballet? Нет, нет. Другая? Рядом. Они вам сделали рабочую визу? Они сделали рабочую визу, но только рабочая виза подразумевала, что могу работать только я. Ни мой муж не может работать, и дети были ограничены в правах. Вот в этом были очень большие сложности. У тебя есть такой груз ответственных в плечах, что родители из-за тебя переехали в Америку? Вся семья у вас переехала? Да, переехала вся семья, сестре было 8 лет. Когда ты пошел в универ, да? Когда я пошел в универ, я пошел в Futeal College. Мы начали с community college. Это очень нам помогло, поскольку я сменил специальность. Большинство студентов, которые приезжают в Америку, ввиду того, что им сложно адаптироваться, они берут стандартные специальности либо бизнес, либо computer science. Я пошел в бизнес-администрирование, но поскольку я гуманитарий с детства. А почему не в искусство? Хотелось пойти в бизнес. Вот как все. Я потерялся, правда. Я приехал в Америку, к тому же это Кремниевая долина. Это не такая свобода, как в Лос-Анджелес. Какой-то mainstream ты хотел, да? Да, я хотел сразу попасть в этот флоу, чтобы общаться с людьми, которые занимаются IT. И мне было безумно тяжело. Я проучился год, потом я сказал родителям, я не могу больше, мне тяжело. Потому что я параллельно, как обучался, хочу отметить, что это огромный плюс американского образования, возможность брать разные классы. То есть я брал класс по калькулусу, по высшей математике, но параллельно у меня шел класс истории искусства. И я, конечно, вы понимаете, я настолько влюбился в это обучение, в эту свободу, к тому же у нас рядом Стэнфордский университет. Я начал искать возможность, как там зацепиться. Я нашел курсы волонтеров в Стэнфордской галерее. Мне это безумно помогло. Как же классно, когда человек переезжает в другую страну и привозит с собой то лучшее, что есть в его стране. Как, например, Марина, которая привезла русский балет к нам сюда, в Кремниевую долину. Для того, чтобы понять, что в стране лучшее, не обязательно переезжать. Можно съездить в путешествие, поучиться в университете, взять онлайн-курс и понять, что же такого есть в той стране, что ты можешь взять к себе домой. Так Георгий Бабаян, CEO Elbrus Bootcamp. Компания, которая спонсирует это видео, в 2016 году приехал на обучение в США, в Dev Bootcamp San Francisco, который за три месяца готовил универсальных разработчиков. В противовес тому, что в среднем программы готовят за пару лет и просят за это 100-200 тысяч долларов. После окончания этой программы он попал в акселератор eBay и стал искать разработчиков себе в команду. И в тот момент понял, насколько рынку не хватает классных специалистов и решил создать свою школу. После того, как он понял, что на рынке сильный дефицит, в 2018 году он открыл свой первый российский буткэмп Elbrus Bootcamp. Буткэмп — это формат интенсивного обучения, где студенты каждый день с утра до вечера на протяжении 12 недель офлайн или 15 недель онлайн практикуются на реальных проектах и кодят. Практически как стажировка в IT-компании с трудоустройством после обучения. На период буткэмпа человек полностью погружается в процесс и лучше воспринимает информацию. Сейчас этот метод используется в США повсеместно, в Гарварде, в IT-компаниях и бизнес-проектах. За 12 недель обучения вам дадут знания, которые необходимы для того, чтобы найти первую работу в этой сфере. Кстати, 93% студентов находят работы в первые три месяца. Большая часть студентов школы от 25 лет и старше. А студентов 40+, порой оказывается даже больше, чем 18 и 20-летних. Естественно, главная задача буткэмпа – это ваше трудоустройство, поэтому в конце курса вас ждут сессии с карьерными коучами. И что немаловажно, во время курса вокруг вас сформируется комьюнити людей с такими же целями, как у вас, которые также ищут работу и проходят через те же сложности и победы, что и вы. Чтобы узнать подробнее о программе и задать вопрос выпускнику, приходите на День открытых дверей, который проходит онлайн в Элбрус Буткэмп. Ссылка будет в описании. И также подписывайтесь на телеграм-канал Элбрус Буткэмп. Там публикуют подборки для новичков, задачи с кодом, анонсы мастер-классов и жизнь студентов на кампусе и в онлайне. Все ссылки в описании. Спасибо Элбрус Буткэмп, что спонсируете это видео. Не надо так ухвыляться, это тяжело. Если бы ты мог поменять что-то в прошлом, ты бы поменял что-то в вашем переезде в Америку? Я бы начал раньше изучать законы Калифорнии. С точки зрения бизнеса, да. Ты помогаешь маме школу делать? Я помогаю маме делать школу. Я взяла на себя ответственность по фонду. Чем мне нравится Кремниевая долина, что все ведущие стартапы очень занимаются благотворительностью. Это довольно распространенная ветвь. И считается хорошим тоном делать, улучшать комьюнити. То есть помимо того, что Кремниевая долина вообще пытается улучшить уровень жизни, фонды помогают работать с детьми, например. То есть что мы делаем? Я недавно начал изучать вопрос, как танец помогает в терапии. Нашел исследование Стэнфордского университета, кстати говоря. Называется Dance Therapy. Я решил применить это на детях с Special Needs. Как они называются? Children with Special Needs. И чем мы занимаемся? Мы ездим в центры помощи детям. Я езжу с ученицами. Здесь все в Кремниевой долине, да. И девочки помогают показывать, как танец способен раскрыть новые черты в детях. И для меня очень показателем является, когда мы приезжали первый раз, дети были замкнутыми, они не очень старались интегрировать, для них это было все в новинку. Вообще балет, да, вы понимаете, что в Калифорнии где цифры, диджитализация, балет, эстетика, было тяжело. И когда мы приехали во второй раз, дети реально оживились. И для меня это очень трепетная, достаточно трепетная тема для разговора. Мы недавно подписали новый контракт на workshop. То есть к нам теперь будут ездить дети, и мы поставим на регулярную основу помощь. И это вы все сами финансируете? Мы все, не совсем, очень, в Кремниевой долине очень принято собирать донейшнс. Мы сделали линию по донейшнс через GoFundMe, фандрейзинг. Нам помогают разные стартапы, есть люди, которые жертвуют анонимно. Давай оставим под видео тоже. Конечно, да, 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 да. И в этом плане безумно интересно. Я всегда обращаю в музеях на лист доноров, которые помогают. И в этом плане очень принято помогать любым организациям. Очень принято помогать на развитии образования. Я решил начать с помощью детям. У меня был опыт в Петербурге, поэтому я решил чуть-чуть постараться создать то же самое, что было у нас в России. Молодец, это очень круто. Давайте про бизнес поговорим. Вот вы получили грин-карту и начали, соответственно, открывать компанию, правильно? Да, да, мы сразу стали искать помещение. Мне очень было сложно, потому что не так много помещений, которые подходят под нашу балетную специфику. То есть мне нужно было большое помещение с прямым полом, с раздевалками. Вот, и мой муж просто объездил тут в радиусе 20 миль в поисках помещений. И вот мы нашли первую студию, мы открыли. Достаточно хорошую, но мне она не очень нравилась, потому что там была колонна посредине зала. То есть это не давало такой свободы моим ученицам. Мне нравится не удержаться. А расскажите, сколько вообще нужно для того, чтобы открыть школу? Примерно стартовый бюджет. Ну, до 20 тысяч, 30 тысяч на минимум просто, чтобы хотя бы сделать какой-то элементарный ремонт. Потому что очень дорогостоящий пол. А люди потом нанимать? Наверное, это же потом самое дорогое, да, в итоге? Да, потом, да, конечно, конечно. Вообще самое главное – это команда. У меня очень хорошая команда, которая сейчас уже занимается серьезно пиаром, помогает мне. Как вы их находили? Вы знаете, все просто среди родителей, какое-то, знаете, такое сарафанное радио. Меня очень поддерживали друзья и люди, которые верили в меня и которые пошли за мной. Потому что не все верили, и я сталкивалась с огромным количеством противостояния среди балетного комьюнити. Местного, да? Местного, да. А что говорили? Ну, что еще одна школа, и очень всех пугал именно мой статус, мое образование. Тут же довольно много школ, да? Здесь 20 школ вокруг, но почему-то открытие именно моей школы сопровождалось каким-то жутким скандалом. Меня закидывали яйцами, писали всякие… Серьезно? Да. Что значит закидывали яйцами? Школу закидали? Прямо школу закидали яйцами, это было ужасно просто. А вы знаете, кто это сделал? Ну, я догадываюсь, потому что… То есть, думаете, конкуренты какие-то? Да, да. А чего они… Ну, они, к сожалению, не готовы. Я думаю, что такие вот какие-то вот русские, вы знаете… А вы думаете, это русские? Да, потому что такие методы, вы знаете, американцы, они готовы к здоровой конкуренции, а русские, к сожалению, нет. Интересно. Но, а как вы находили первых клиентов? Вы знаете, меня многие уже очень знали по предыдущим конкурсам, когда я работала в предыдущей школе. Я выигрывала конкурсы, мои ученики всегда очень отличались и как-то на меня сразу выходили. Проблем с клиентами у меня никогда не было. И так постепенно, постепенно, больше и больше. Вот сейчас вторая школа, потому что уже не хватает тех двух залов. Пытаемся расти. Сколько у вас сейчас студентов? Вы знаете, меньше ста, но я считаю, что это уже победа за этим. Ну, я бы хотела к двухсот. Вот к двухсот. А в основном русскоязычные ребята или как? Нет, вы знаете, очень много китайцев, которые такие трудоспособные. Вы знаете, они много работают. Пример все время ставлю нашим девочкам. То есть они готовы в 8 утра по 10 часов без перерыва. Ты очень хорошие ребята. Индусы есть, американцы есть, конечно, и русские, ну, естественно. Но больше всего китайцев. Что с бодипозитивом тут в балете? Это огромная проблема. Это огромная проблема. Сказать ничего нельзя. Эту тему мы обходим, конечно. Нельзя сказать, что жирные коленки. Никогда. То есть если я воспитывалась в Академии Вагановой, там никто не считался. Такие слова были, оскорбления. Мы молились на педагогов. Здесь сказать ничего нельзя. А потрогать можно вывернуть стопы? Потрогать можно. И даже у меня есть педагоги-мужчины. В контракте мы прописываем, что балет – такой вид искусства, который подразумевает постоянный тактильный контакт. Без этого никак. Потому что один ребенок воспринимает на слух, другой только по ощущениям. Поэтому это нормально. Не было никаких таких ситуаций, что кто-то там сказал мне там? Ну, как обычно. Не дай бог там синяк какой-то. Нет, у меня, к счастью, не было. Но так, в словах нужно быть осторожным. Действительно, это правда. И точка, точка. И коротко. Аккуратно, ручками, мягко. Пятая. Пам. С головой. Выше прыжок. Стоишь. Аккуратно. На ножку. Блится. Ничего, ничего. Мягко. С головой. Не косишь. Подъем сзади. Форс взяла. И достойно, крепко встала. С подъема, с вытянутого. Мягко. Нога в сторону. На экарте. Пам. Сейчас стоять. Хорошо. Стоять. Не трясти ногой. Продлить корпусом. Красивая поза. Выразительная. Бам. Только не бодаться. Раз. Давай без остановки. Пошла. На очень крепких бедрах. Секундочку. Давай. Вдох-выдох. Слегональки. Быстро. На крепкую ножку. Все бедрышки наверх подтягивай. Не сидеть. Не сидеть. Икре будет нетрудно, когда ты будешь себя подтянутая. Свело? Ну, потряси. Потряси. Давай-давай-давай. Долго не отдыхай. Давай. Собралась. С лицом. Гордая. Гордая. Другой стиль. Пошла. Вот так. Форс дела. Назад. Плечи не забудь. Молодец. Молодец. Умница. Давай-давай-давай. Хорошо, Катя. Давай сильнее собралась. Второе дыхание. Хорошо. Держишься. Последний раз. Держишься. Держишься. Высокая карте. Чуть-чуть. И мягко в другом характере. И легко продвинулась. Чуть-чуть. Сейчас низкие руки. Хорошая пасса. Двигайся. Двигайся. Плечи вниз. Музыка. Ну, молодец. Молодец. Все. Иди, Катенька. Иди. Иди. Не только 12 лет. Она, конечно, еще ребенок совсем. Она просто совсем маленькая. Она выглядит так. Молодец. А, ну, вот вы думаете, есть у американского балета будущее? Ну, так вот, если в общем поговорить. Слушай, я просто, ну, когда смотрю просто визуально, понятно, что я там не суперпрофессионал и так далее, но визуально, когда ты смотришь на вот эти тростиночки хрустальных девушек Мариинки, и когда здесь ты смотришь, ну, 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 то есть это видно. Как вы думаете, куда это все идет? У американского балета однозначно есть будущее. Они сейчас очень много набирают от русских педагогов, приглашают их. И, конечно, в моей школе есть классы, где девочки настроены на профессиональную карьеру, им ничего говорить не надо, они и так понимают, они тростинки, они выигрывают все конкурсы. Ну, вы не можете официально сказать, что хорошо бы немножко быть потоньше. Я стараюсь не говорить. Каким-то близким девочкам более, которым... Ну, это вот официально, это нельзя. Официально в классе нет, ни в коем случае, ни в коем случае нет, потому что это сразу воспринимается. Дети в Америке очень ранимые, очень ранимые, то есть любое слово, это будет восприниматься как буллинг, как какой-то прессинг, нет. Это хорошо или плохо? Для балета это очень плохо. А вообще в целом, вот по ребенку вы сейчас смотрите, у вас один ребенок вырос в школе в России, да, другой здесь. Я считаю, что это очень плохо. Их так растят, по мне, как какое-то, знаете, комнатное растение, оберегает каких-то сложностей, потом они оказываются перед жизнью совершенно не готовы противостоять этим сложностям. И как вы решаете эту проблему с дочкой? С дочкой я его воспитываю как сама, как воспитанная в Советском Союзе. Ну, то есть вы как раз так тот человек, который... Ну, конечно, конечно. Не жалеете, что у нее не будет российского детства? Нет, абсолютно. Она настолько свободнее, чем я в ее возрасте, настолько свободнее, чем мой старший сын. Я так счастлива видеть, насколько она другая, когда она выходит со школы, может кататься по траве, вот быть совершенно свободна в каких-то своих проявлениях, быть абсолютно счастливой, свободной в школе, она не боится сказать свое мнение. Она рассказывает, вы знаете, я поражаюсь каждый день, когда она рассказывает про школу. Я вообще очень благодарна американской школе, потому что с первого дня, когда она не знала ни слова по-английски, еще спала, потому что была перемена времени, ее не будили в классе, представляете? Учители, все дети ходили тихо, дали ей поспать первые дни. Обалдеть. То есть это много он говорит, потом ее за ручку водили, то есть не было ни проблем ни с языком, ни с чем. Вот эта адаптация и это счастливое ее детство, я очень благодарна за это, конечно, американской системе образования. Классно. А у тебя нет такого, что ты чувствуешь, что все-таки не наша культура, что-то там тебе тяжелее с американцами общаться или ты уже прям влился, привык все? Я влился, я привык. Я влился не так, как моя сестра, то есть у нее сразу, поскольку она как билингов, то есть она моментально переключается. Я стала замечать, что у нее забавный. Она приехала, у нее был, нет, у нее не было английского. У меня одно из первых воспоминаний, как мы приходим в школу, это обыкновенная школа американская, и я веду ее во второй класс, и вот это Америка, и вот она такая идет маленькая туда и вообще не знает языка. Но она знала там, у нее был год в российской школе, вы понимаете, что это абсолютная база. И как? Ну, по прошествии четырех лет я даю ей документы, говорю, Рид, проверь, имейл, пожалуйста, она такая, так, что такое? А сколько ей потребовалось, чтобы в лицо не было такого вначале, что давайте уедем, ничего не надо? Никогда. Такое было у меня, правда, то есть у меня мама говорила, мы приехали, хватит. У сестры такого не было. Она моментально нашла друзей, все-таки дети, свежий воздух и абсолютно свобода в знаниях, свобода в самовыражении. Она мечтает работать в НАСА. Мы пару дней назад приехали из Хьюстона, специально для этого ездили. Она захотела посмотреть, как трудятся астронавты. И то есть сейчас я смотрю на нее в 12 лет и понимаю, что у нее есть сценарий на дальнейшую карьеру, куда она хочет поступать. Она сейчас вице-президент школы. Она учится в школе, который оканчивал Стив Джобс. Это элементарий middle school. Причем я слышала рейтинг так себе, да? Да, это не частная школа, это Mountain View, это не Пало-Альта, не Стэнфорд. То есть в принципе обыкновенная школа. Но то, как она видит себя и ощущает вот эту интеграцию в комьюнити, для меня это удивительно. Я на нее смотрю, говорю, Рита, надо же, насколько мы с тобой разные. Что я жил в России, грезил искусством и приехал сюда, в Кремниевую долину, и у меня мозг не поменялся. То есть я решил продолжать это. Кремниевая долина дала мне потрясающий старт. Я думаю, если бы мы переехали в Лос-Анджелес, нам было бы сложнее, поскольку это огромный город и очень много всего, в отличие от Кремниевой долины. Ну да, это монокультура. Да, монокультура. Она поменялась, а я решил продолжать то, чему лежит душа в таком плане. Класс. Есть такое, что наши балерины самые-самые? Я все хочу. Мне все кажется, мне просто кажется, что русские балет самые-самые, а вы говорите. Это однозначно самые-самые. Есть, был и будет. Девушки самые талантливые, наши педагоги, конечно. Но я считаю, что ничего плохого в этом нет, что я привношу методику русского балета по всему миру и считаю, что наоборот это здорово, искусство должно объединять. И в этом моя миссия, наоборот. И здесь я настолько востребована, эта методика, насколько педагоги, у меня просят мастер-классы для педагогов, я имею большой опыт, то есть я готова делиться опытом со всеми, с учениками, с педагогами. А нет такого американских педагогов, типа вот, там, ну не знаю, вы им скажете, что руку вот так надо держать, они скажут, что выскочка тут-то-то-то. Есть, конечно, да? Есть, конечно, есть, ревность, но это дело того, принимаешь или не принимаешь, но мои результаты сами говорят о себе. Поэтому, конечно, есть какие-то штыки воспринимающиеся, методические вещи, но методика развивается. Я тоже, знаете, сейчас понимаю, что мы стали все пассе выше делать, люди стали выше, сцены стали больше. Методика развивается, поэтому нельзя говорить вот только так и никак иначе. То есть все время ищешь какой-то индивидуальный подход к каждому студенту. Мне кажется, самое сложное, когда я танцевала в мюзик, хоть в детской студии, это не суперпрофессионально, естественно, было, но все равно это уровень театра, нам там платили родителям, нашему папу недавно трудовую показывал, там 30 рублей. Новогодний Ёлкин там такие вот, типа, от 6 до 40, по-моему, рублей варьировалось за спектакль. Но я помню, вот это там, кого поставили в героевку, в главную роль. Если за тобой ставили кого-то репетировать, значит, твоя замена, ты просто автоматически этого человека ненавидел. Просто все. Ну, то есть я помню вот эти закулисные. Мне так тяжело это было. Я это так не люблю. Я как бы все время пытаюсь из конкуренции максимально выйти, потому что я вот в этой вот напряжении очень плохо функционирую, и мне прям реально было тяжеловато вот это. То есть, с другой стороны, закаляет. Закаляет, да, но еще потому, что века артиста балет очень короткий, всего 20 лет, и надо успеть очень много. Ведь в 20 лет, особенно для мужчин, это трагедия. Представляете, в 38 лет молодой, практически мальчик, да, выходит, если он без образования, то люди совершенно потеряны, и поэтому такая конкуренция. Но они идут или в бизнес, или в педагогику многие идут. Вы знаете, по-разному складывается жизнь. В общем. И, естественно, и в альп causes Carradному Ивра Ну-Альпас, оставьте правду thee и с Пороке истовое счастье, Воспут ב�ants Россия спрашивается, не будет появлении ничего. Нет. Если нет. Значит, его основания есть извинения. Так стоит, Вы знаете? и устройство в России, Два плеча умненькие, колено вытянуть до конца. И как вот вы всей семье сказали, ну понятно, сын хотел всегда, а муж как отреагировал это на все? Муж ради меня, вообще это была давняя моя мечта, реализоваться как педагог, я понимала, что в России я уже все всем доказала, и мне хотелось чего-то большего. А вам не кажется, что Россия это же вот верх балета, куда выше, нет? Нет такого? Ну я мечтала о чем-то своем, я хотела ставить, я хотела преподавать, я хотела расти, вы знаете, а в России я сталкивалась с какими-то препонами, с какой-то завистью, там очень сложно. А ты не везде включишься, везде балетно-танцевальный мир, он везде такой. Да, балетный мир он очень такой, да-да-да, поэтому, к сожалению, я там не смогла реализовать такие свои мечтания. Но я приехала, у меня не было никаких особых планов, надежд, я просто хотела посмотреть, как моя семья ассимилируется, каково будет всем. Мы приехали, нам было очень тяжело первый год, после той жизни, к которой привыкли, мы жили в однобедрумной квартире вчетвером, то есть мы с мужем спали, рядом дети, такие условия были очень скромные, нам никто не помогал, квартиру мы снимали сами за 3000 долларов, работала я одна. В Монтенью, да? Да, да, здесь очень дорогая, рент, поэтому было очень сложно, но я была вся погружена в работу, я очень благодарна моему супругу, которая взяла на себя полностью заботу о детях. А муж чем занимался в Петербурге? Муж работал руководителем крупного банка, у него была очень хорошая карьера, и он все бросил ради того, чтобы мы реализовали свою мечту. А он чем сейчас занимается, он может здесь работать? Сейчас, вот после того, как я получила грин-карту, забегаю вперед, сейчас он работать может, но сейчас он полностью помогает мне вести бизнес, потому что это требует огромных, конечно, усилий и времени. Скажи, когда ты приехал сюда и начал общаться с американскими ребятами, у тебя сложилось такое ощущение, что ты более подкован, более разносторонне получил образование в России? Да, я считаю, что школьное образование в России очень сильное, и я основываюсь на своей сестре, которая пошла во второй класс в российской школе и начала учиться реально буквально неделю назад, когда она пошла в школу в восьмой класс. То есть то, что я проходил в школе, начиная с пятого класса в России, Америка очень отстает в плане математики и в плане точных наук. Вот скажи, если бы у тебя была возможность приехать сюда в школу или оставить свой опыт в школе в России, ты бы лучше в России школьное образование получал или все-таки сюда приехал, потому что ты бы больше влился в культуру? Я бы, честно сказать, прошел бы русскую школу. Русская школа это учит не только правильно писать и правильно излагать мысли. Русская школа учит быть более хамбл, быть более подкованным, быстро принимать решения, что в Кремниевой долине и вообще во всей Америке очень важно. То есть я смотрю на сестру, которая идет в школу, и у нее ланчбокс. То есть не учебников, только кромбук и еда. И я вспоминаю, как я шел, как у меня была физика, химия тяжелая. Я когда приехал в Америку, удивительно, но мы общаемся с коллегами там с факультета математики, и я понимаю, о чем они говорят и даю какие-то комментарии. Хотя мне казалось, что я ничего в этом не знаю. И что у вас с планами с сестрой делать? Ходить по кружкам или уже ладно? Ну, в смысле, дотягивать ее до уровня российского нехозяйства? Она занимается с русскими репетиторами. Мы поступили очень грамотно, когда ударила пандемия. Опять же, Стэнфордский университет, факультет медицины, когда они начали разрабатывать лечение коронавируса, они приняли решение закрыться. И, условно говоря, вся Америка закрылась, потому что так сказал Стэнфордский университет. Мы приняли решение продолжать занятия. Мы нашли репетиторов из России. Я занимался историей искусства, я занимался дизайном. То есть я хотел понять, как работает структура дизайна. И поскольку мы сидели дома и не было возможности поехать никуда, даже в Костка, нужно было делать опоймот, вы помните. Серьезно, в Костка было опоймот? В Костка было опоймот, да. На улицу нельзя было никуда выходить. Мы приняли решение, мы нашли на российских площадках репетиторов. И сестра занималась, мы подстраивались по часовой пояс, то есть мы не брали Москву и Петербург, и это было очень удобно. И сейчас она еще занимается? До сих пор она занимается, два года получается, после школы. Она заканчивает школу, у нее ланч, она едет в бассейн, после бассейна занимается репетиторами. Так, в принципе, все дети в Америке работают, то есть очень заняты. В 18-м вы приехали, и в какой момент? В 18-м я приехала, и в 19-м году я уже подала самостоятельно на гринкард, как человек, обладающий экстрадинарными способностями. Это был огромный труд, потому что мне нужно было собрать огромное количество рекомендаций. У меня были рекомендации из Мариинского, из Большого театра. Я очень благодарна всем людям, которые помогли, откликнулись на эту просьбу, потому что это действительно... Нормально давали рекомендации? Да, прекрасно, прекрасно, потому что меня знали, у меня была достаточно хорошая репутация. Я являюсь кандидатом наук. Моя книга в библиотеке Конгресса в Вашингтоне. Вау! Вот, и я просто... Книга про балет? Книга про балет, да, в разделе русской методики. Вы прямо описывали, как, что... Да, по материалам моей диссертации я сдала книгу. И даже продолжаю здесь публикации на английском языке сейчас, то есть не останавливаю научную работу. Вау! Вот, то есть я переводила огромное количество статей, справки, и у меня был очень серьезный кейс, достаточно прозрачный. И в 20-м году я получила гринкард, как человек, обладающий экстрадинарными способностями. Причем без собеседования просто домой пришло всей семье четыре гринкарты. Это редкость в 21-м году. Да, тем более были перевыборы Байдена как раз, и пандемия, то есть все было закрыто. Я не верила в успех, и я так и думала, что если не судьба, гринкарты не будет, то мне придется уехать, потому что без работы мужа, без статуса нормального, мне было очень тяжело. То есть я работала одна, вы знаете, без выходных по 10 часов минимум каждый день. Но у вас основная цель всего переезда была в дети, правильно? Чтобы дети учились здесь? Сначала это были дети, но потом я поняла, что мне очень хочется развиваться, мне очень хочется свою школу, мне хочется ставить. Мне очень интересно посмотреть, как я могу руководить чем-то большим, чем быть просто педагогом. Ну то есть, а вот когда вы думали про то, что уехать, вы все-таки рассматривали продолжение в Петербурге, да? А детей тут оставить? Нет, нет, такой вариант не рассматривали. У нас очень сплоченная семья, мы только сильны, когда мы все вместе. Ну или там старшего, ну понятно. Ну да, нет, ну вы знаете, все равно. Классно, что вы все вместе переехали, это прям... Да, да, мы все это проживали первый год, мы не очень любим вспоминать, это было... Ну не то, что сложно, ну как, конечно, это совершенно новое, и мы немножко не так все представляли, вернее, мы вообще ничего не представляли. Дети думали, что это будут небоскребы, что это будет такая, знаете, силиконовая кремниевая долина. Немножко такое было представление другое. Но тем не менее, вы знаете, мы настолько все трудились, настолько сразу сын в учебу, дочка в школу, столько было проблем насущных, которые мы стали очень быстро решать. Права, документы, social security number, то есть нам некогда было вообще ни о чем думать, как только вперед, только трудиться и идти к своей мечте. И муж вас поддерживал, да? Очень. У него не было такого, что я там карьеру не могу развивать. Ну я надеюсь, что у него все еще впереди, сейчас мой бизнес встанет на ноги, и я думаю, что он такой тоже очень целеустремленный, и все у него получится. А почему вообще Кремниевая долина? Из-за Фудхилл колледжа или Стэнфорд, или что? Почему сюда приехали? Мне понравилась динамика работы, и маме понравилось. Именно Кремниевая долина? Интересно. И ты прям всю семью привела? Да, мы переехали всей семьей, для меня это было тяжелым опытом, поскольку я полагал, что мы едем в Сан-Франциско, мне казалось. И Кремниевая долина для меня была местом будущего, где летающие машины, мне казалось, что это как пятый элемент. И я никогда не забуду, когда мы приезжаем, в 9 вечера я выхожу на улицу, и тишина. И я вспоминаю, как в Петербурге в 9 вечера все начинается только. И я 3 года не мог свыкнуться с той мыслью, что все закрывается рано, что здесь нету... Магазин со среды по пятницу, с двух до четырех. Со среды по пятницу, да, да, да. И мне было тяжело в этом плане. Я не показывал, но я говорил, зачем это тяжело, то есть сложно. И у тебя не было желания вернуться назад? Никогда. Нет, никогда. Как только я пошел в университет, у меня было желание вернуться, когда началась пандемия. Но это, я думаю, у всех было такое желание. Много специалистов уехало обратно. Но я быстро нашел, чем себя занять. Я стал ходить по галереям, я нашел новых друзей, я начал увлекаться тем, чем живет Кремниевая долина. То есть особенность места заключается в том, что люди могут поддержать, помочь. Они очень ценят свою инициативу. И здесь безумно важный human factor. То есть люди стараются быть полезными друг для друга. Некоторые называют Кремниевую долину деревней, и им это не нравится, жить в таком, не в мегаполисе. Я, наоборот, считаю, удобно. Кремниевая долина мобильна, чтобы с кем-то встретиться, чтобы запустить какой-то проект. И проект может быть любой области. Ваш коллега сказал, что Кремниевая долина – это IT-столица мира. Коллега – это кто? Юрий Дудь. Я бы сказала, что Кремниевая долина – это столица по технологиям. То есть, например, я изучаю историю искусства. Казалось бы, что в Кремниево долине это вообще мимо. То есть можно ехать в Лос-Анджелес, в Нью-Йорк, например. Но, тем не менее, на рынке появилось NFT. Крупнейшие аукционные дома работают с NFT и принимают эти токены к оплате, например. И такая профессия, как юрист по интеллектуальному праву, например. То есть два года назад никто не мог представить, что за картинку в интернете, условно говоря, обезьянку, будут исковые суды на 400 тысяч долларов. Но в Кремниевой долине можно найти юриста, который поможет, подскажет. И в этом плане здесь, конечно, удобно жить. Мне нравится. А скажи, друзья у тебя в основном кто? Друзья у меня в основном это коллеги по Лос-Анджелесу. Они американцы или иммигранты? Они американцы. Американцы. И, конечно, есть друзья-иммигранты. Мы в очень теплых отношениях. У меня есть друзья и в Кремниевой долине, которые мне невероятно помогли. Вот за что я ценю Кремниевую долину. Может быть, не как даже большой мегаполис Лос-Анджелеса. В Кремниевой долине очень ценят кадры. Очень ценят вновь прибывших. Особенно, когда они являются специалистами. То есть, когда люди приезжают сюда, и они имеют бэкграунд в плане образования, в плане учебы, им гораздо легче здесь адаптироваться. Ну, то есть, когда ты приезжаешь с багажом знаний, когда ты можешь дать пользу этому месту, намного легче завязывать знакомство. Я думаю, здесь очень важно прерваться, остановиться и поговорить о том, вообще реально ли сейчас такую историю провернуть. Приехать по приглашению работодателя по какой-то из рабочих виз, если у тебя российский паспорт. Если честно, я сейчас с огромной надеждой на то, что все хорошо. Иду в офис иммиграционного юриста к Яне в Пала-Альта. Мы, на самом деле, с Яной общаемся аж с 2015 года. Я послала к ней своих знакомых блогеров. Я с ней познакомилась после того, как получила свою визу. И сейчас мы с ней работаем над одним из кейсов для наших сотрудников. Погнали к Яне спрашивать, как обстоят дела с рабочими визами для россиян в августе 2022 года. Кстати, Янин офис находится в самом сердце Пала-Альта, вот там вот Стэнфорд. Мы с вами на University Avenue, и в этом здании был первый офис Фейсбука. Представляете, здесь история создавалась. Погнали! Яна, расскажи, пожалуйста, что происходит сейчас. Визы дают вообще или... Дают. Дают. По-прежнему дают. Дают. Иммиграционная служба в Штатах дает. Но это как бы начало процесса, получение бумажки. Но потом начинается самое интересное. Надо идти в консульство и договориться с ними по получению визы там. Отказывают в основном по причинам, например, языковым. У меня были отказы. У ваших? Это же не требуется язык. Требовался язык. То есть у меня был отказ по ушке, который мы потом преодолели, когда говорили, что нужен английский язык. Потому что человек едет управлять, значит, нужен язык. Ну, то есть, опять же, надо составлять бизнес-план соответствующий и так далее. Если человек не говорит по-английски или не очень... Потому что раньше же можно было на русском пройти. Да, да. Желательно, конечно, говорить по-английски. А если слабовато? А если слабовато, если человек достаточно высокой позиции, можно говорить, что я нанимаю переводчика здесь. У нас некоторые клиенты так делали. Давай поговорим про начальный процесс. H1B вообще российским гражданам. Ну, а нет никакой дискриминации. Приглашают сейчас вообще компании? Приглашаю. Да? Нормально? Да, да. Мы больше делаем O1-виц. То есть, H1B, O1 и L, наверное, да? Ну, мы делаем еще E2, но они для российских граждан недоступны. Поэтому E2 мы не делаем. J1 – очень распространенная категория. То есть, вы находите компанию, которая становится вашим хостом. Ну, то есть, она говорит, вот мы хотим этого человека привести на internship или trainee. Что такое учение? Это стажировка, обмен опытом. И может быть 18 месяцев. То есть, это здорово. Мы очень много таких делаем. И дают русскую. Конечно, конечно. Так это хорошая альтернатива, по идее, тем, кто… Понятно, что после J1 ты должен вернуться домой и так далее. Можно. Но если ты хочешь на Ошку податься, ты же, по идее… Да. Я просто думаю, для тех ребят, кто смотрит, окей, я начинающий там специалист, но на Ошку мне еще не собрать документы. Абсолютно верно. Но у меня есть знакомая компания, которая готова меня принять в Америке. Можно начать с J1 и приехать уже сейчас. Абсолютно верно. И здесь уже доделать. И здесь можно, например, искать работу на H1B. Тоже надо будет выехать, потом можно уйдеть по H1B. То есть… Не обязательно. Я вообще не слышала про J1. Да, да, да. Существует 13 разных типов J1. То есть, есть J1 internship, есть J1 медицинские, пост-доктора. Есть J1, которые вот на лето на Exchange, в Yosemite Park приезжают. Я говорю, J1 – стажировка, обмен опытом, тренинг. Когда мы сюда в долину привозили на J1 и софтвер инженеров и так далее, которые приезжали тренироваться и учиться на Project Manager. Или там… А сколько процесс длится на них? Это подготовить можно там за пару недель. Это очень быстро рассматривают. А рассматривают? Есть ускоренные, заплатив там… Это не премиум, просто другое. У них есть ускоренные, когда за неделю они могут рассмотреть. То есть, это очень быстро можно сделать. Все, на самом деле, упирается в то, когда ты получишь собеседование, да, теперь в консенсус. Это основная проблема для россиян. Хорошо. Совет финальный. Всем, кто хочет по рабочей визе попасть в США, боится, что не получится, боится, что не хватит документов, что делать. Надо с нами поговорить. У вас есть консультация? У нас есть консультация. Консультация платная. Но, опять же, можно по полчаса поговорить. Можно хотя бы сначала какой-то звонок такой. Знаете, 10-15 минут мы поговорим, поймем, пошлите какой-то там CV, LinkedIn профайл, что-нибудь, чтобы мы знали. Вот. После такого звонка мы начинаем понимать, окей, стоит ли об этом разговаривать или нет. И предлагаем, что окей, вы еще не там, но мы можем вам создать как бы план действий. Что в течение следующих 6 месяцев вы будете пиариться, заниматься тем-то, тем-то, тем-то и тогда мы за вас возьмемся. Либо мы сразу говорим, может попробовать сейчас, давайте, давайте, понеслись. Ну, вот так. Супер. Вот. И оплата консультации идет в счет вот нашей оплаты за legal услуг, поэтому деньги не потеряются. Угу. То есть, пожалуйста, все по-прежнему нормально, единственное, что консульство надо искать, понятно, за пределами России. Никаких ограничений в плане открытия бизнеса, если вы выехали из России, тоже нет. То есть, на территории вы уезжаете из территории Казахстана и можете, я не знаю, там, в ближайшую соседнюю страну и могут помочь с открытием бизнеса. Главное адрес России не указывает. Делавер, слышала, сейчас закрывал компанию? Да, да. Вот не надо, потому это все на уровне государства. Это не на уровне нормальных людей, это не на уровне бизнеса. Это глупо, да? А это вот на уровне, там, государства, им надо поддерживать вот это вот лицо антироссийское и так далее, поэтому, соответственно. Понятно. Ну, так все, все окей, все продолжается. Да, 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 мы страна эмигрантов, come on, а как мы по-другому уже не будем? Класс. Так что, да. Welcome. Спасибо тебе огромное. Спасибо, очень полезно. Пожалуйста. Вообще такой личный вопрос мамы, ты не жалеешь, что сестра в итоге не пройдет вот эту российскую школу? Нет. Нет, я безумно ей горжусь. Мне нравятся ее амбиции, мне нравится, что она не боится барьеров, которые будут в жизни. Мне, я считаю, меня закалила русская школа в том плане, что мне говорили, у тебя не получится, ты не сможешь. Мне тоже, так кажется, да, что тебя... Какая Америка? Да, да, да. Мне говорили, вплоть до, у меня был ЕГЭ, я сдал ЕГЭ, мне говорят, куда ты едешь? Что там? У нас же тут же дышится, тут же Россия. Да ты что не понимаешь? Да. Ну, у меня тройка по английскому языку, вы не поверите. Да, то есть для меня это стимул, это правда стимул того, чтобы переехать сюда и преуспеть здесь. А вот наши, я тоже думаю, у меня это самое, наверное, одно из самых больших закалок у меня было то, что я ездила в наш лагерь, когда мы жили, когда туалет в трех минутах пешком от корпуса. Когда тут пять человек в маленькой комнатушке, все пыльно, какая-то невзразумительная еда, но было классно, потому что мне теперь вообще ничего не страшного, потому что ты не угодно. Конечно, мы с вами, к тому же мы оба из Петербурга, мы прошли с вами невероятную школу жизни. Невероятную школу, когда зима с ноября, в поле, И ты идешь с рюкзаком, повторяешь этот стих, падает снег и... Но вот ты не живешь, что у него такого не будет? Нет, потому что мне нравится то, насколько она свободна человек, насколько у нее в голове отсутствует барьеры, что она не сможет, что она не справится, что она может потерпеть неудачу. Мы ходили по центру полета астронавтов НАСА, и она смотрела и говорит, ой, я хочу вот этим заниматься, этим работать. Я смотрю на нее и 12 лет, я говорю, как ты сможешь, это же НАСА, это же, ну, невероятная мировая компания с именем. Она говорит, почему? Я закончу high school, поступлю в университет, там будет программа, я, как и ты, пойду на волонтерство, там зацеплюсь и буду там работать в 12 лет. Класс, что они такое четкое понимание. Четко. Я понимаю, кто если не я, да? Тоже очень классно. При этом она знает, что нужно заниматься фондом, при этом она знает, что нужно заниматься спортом. Очень важно в Америке заниматься спортом. И в эссе очень важно писать мотивационное эссе. Почему я раньше сказала, что важно вкладывать в себя. Лучше инвестиции – это инвестиции в себя все-таки, да? Это можно применить в Америке. Любая деятельность, которой вы занимаетесь в России, она найдет место применения в Америке. Потому что Америка, ну, так построена. Она была основана теми же людьми по факту, которые хотели преуспеть. Да. И так философия страны работает. Супер. Спасибо. Спасибо вам. Давайте немножко опять про бизнес поговорим. У вас сейчас ребята выигрывают просто топовые конкурсы, да? Да. Все конкурсы США, я так понимаю, первые места – это ваши? Да. Гран-при – первые места на всех абсолютно конкурсах. То есть не было ни одного конкурса. И это за один год, где мы не заняли первое место. И в планах у нас европейские конкурсы, Лозанн. Конечно, Лозанн – это как олимпиада для спортсменов. Это главный балетный конкурс. В США? В Швейцарии. Мы готовимся, ну, там с 15 лет, но мы уже начинаем готовиться. И, конечно, я уже смотрю на своих девочек, думаю об их будущем, стараюсь помочь им с трудоустройством в дальнейшем, в европейских компаниях. А вот, когда вы приезжаете на международный конкурс, вы выступаете под флагом США, получается, вы будете? У вас нет такого, что Россия? Нет? Америка мне столько дала, она реализовала все мои мечтания, я очень благодарна. Да? Поэтому нет, такого нет. Я благодарна России за образование, я благодарна своим педагогам, но, конечно, сейчас я уже чувствую себя Вы уже в Америке, да? Вы не рассматриваете переезд обратно и так далее? Нет, нет. В меня верит огромное количество людей, я не могу их подвести. За мной уже команда учениц, которые смотрят на меня особыми глазами, родителей, моей команды. На Пуанде, кстати, я встала только у Марины в школе буквально несколько месяцев назад, но занимаюсь я раз в неделю, поэтому я еще в процессе, это, конечно, чистый-ка. Вот это называется, прожить всю жизнь в Петербурге, надо плант и встать в Монтанью. Огромный плюс американского образования, их два. Первое, это то, что программу, которую вы начинаете изучать, не ограничивается на одной программе. То есть, условно говоря, мы можем взять курс антропологии, и в классе истории искусства они невероятно помогут, да? Второе, что я хотела бы отметить, это Америка дает возможность учиться за границей, они это поощряют. То есть, например, если все сложно, хорошо, я получу Шенген, как раз я попал вот в это непростое время для российских граждан, я жду Шенгена, чтобы отправиться во Флоренцию, изучать там Ренессанс и историю искусства. Летом? Это осенью, осенью. Эта стажировка является частью учебы, она оплачивается через университет, и поскольку я good standing student, я получил грант на обучение, и это очень важно, чтобы я хотел посоветовать людям, которые мечтают учиться в Америке, начать собирать портфолио. Даже в России, если вы участвуете в каком-то конкурсе, и вам кажут, что это не важно, это важно. Даже школьный, да, в рамках школы? Тем более школьный, условно говоря, там, русский медвежонок, хенгуру, такие вот даже базовые конкурсы, Америка будет обращать на это внимание. Чем больше у вас интересов вне учебы, тем лучше. И, конечно, Америка в этом плане очень помогает. Можно заниматься чем угодно, и руководство, и профессорский состав будет это очень ценить. Круто! Спасибо тебе большое! Спасибо вам! Ты очень умный! Спасибо! Мне кажется, сейчас все люди напишут так! Очень! Слишком молодец! Для меня честь оказаться у вас в интервью, я смотрел вас еще с России. Вау! Я помню момент, мы только открыли школу, и я занимался сайтом. То есть, когда я ехал сюда, я думал, я не смогу вообще заниматься. Мне не нравилось в плане IT, честно, я не буду врать. И когда мне сказали делать сайт, я такой, господи, сайт. И я в итоге сделала за два дня сайт, и я смотрела, кто записывается. И ко мне подходит мама, говорит, к нам записалась Марина Могилка. Я такой, кто? Ну, Марина Могилка. У меня вот это ощущение того, что я столько всего преодолел, и для меня оказаться здесь в кадре у вас, это правда честь. Спасибо тебе огромное! Спасибо! Вы написали мне, я сказала, это мужу, он просто остолбенел, говорит, это, наверное, шутка. Потому что мы смотрели все ваши винди, он до переезда в Америю, конечно, муж просто изучал. Поэтому это какое-то чудо просто. Классно, вам спасибо. Для нас большая вообще честь. Так рада. Супер. Я бы более прекрасной балериной. Прекрасной. Была бы, да. Может быть. Марина, а сколько мне Эмили отдавать в балет? Вообще пре-балет программа у нас с трех лет. Это такая игровая форма. Приходит, да? Приходит, полно. У нас есть группы такие, первые дни с мамочкой вместе, они в одну посидят, прилегают. Потом мы начинаем просто в игровой поле, такие музыкальные занятия. И где-то балетом мы начинаем заниматься не раньше семи-восьми лет. Прямо с этим балетом. А, понятно. До этого это просто так. Да. Это просто игровые такие формы, чтобы они привыкали к музыке, развиваться в кальций. Укрепляем мышцы. Это просто гимнастика. В завершение видео пожелания для всех, кто хочет сейчас открыть бизнес в США, кто переезжает. Главное это верить в свои силы и действовать. Не сидеть, не ждать какой-то помощи, не ждать каких-то событий. Действовать маленькими шажками, двигаться вперед. И, конечно, нужно для этого быть хорошим специалистом, иметь какой-то бэкграунд, какое-то образование. И поэтому все возможно. Я желаю всем огромной удачи. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Такое классное видео у нас получилось. Спасибо. Ребята, спасибо огромное, что досмотрели это видео до самого конца. Если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Внизу я оставлю все полезные ссылки. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой телеграм-канал. И увидимся с вами совсем скоро в следующих влогах. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...